да я фудлайтовый мажор вы уже видели сколько у меня есть сколько у меня их еще будет я не знаю еще порядка на сотен штук сейчас занимаюсь подвалом потому что мне негде классе коммуникации да еще у меня не хватает рычажков расчистка подвала конечно дело на самом деле это у меня ушел минут 20 сейчас просто очень сильно мешают факелы которые не дают нормального освещения я хочу убрать езди фудлайта поставить вот конечно я извел наверно уже тысячи двустоуна на это дело а не на 4 его через читмод и например как некоторые могут подумать хорошо добивает до той стороны возможно нам даже этих фудлайтов хватит на весь подвал отлично все теперь осталось доложить несколько кипичков так сказать это обычное дело при работе сбила das land 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 точно не надо удивляться что у меня такое плохое произношение английского в школе когда нужно было этим заниматься я значение этому серьезному не придал когда стал заниматься на компьютерах и программированием вам общение были только старые советские программисты которые говорят очень неправильно я вчера ничего такого не показывал хотя очень многое произошло давайте вернемся как видите тут коммуникации становится все больше и больше будет еще решить с лестницей дарлили я высадил я не помню париком на прошлом видео или просто высадил это одно их уже с ней собрал на раза три то есть урожайчика не дают так что я пока на фирмой мобов не думаю заниматься я добавил центрифуг больше вот эти четыре связи с этим им перестало хватать электричество пришлось убрать вот этот трансформатор поставить сюда брейды я всегда так делаю если не хватает вот эти штуки работают постоянно тоже не случайно дело в том что еще вот хранилище этого и этого вот это связано все с и сети снизу через мне сторож пасы собственно раздачей и обработкой и забором козута отсюда занимается вести пайпа экономичное решение как мне кажется ну мне кажется что сторож бас два штуки как-то поменьше халует энергии чем куча импорт экспорт басов и еще какая-нибудь технология для забора воды жидкости точнее продолжаем наше путешествие здесь я починил отключающийся кабелек с помощью вставки редстоун энергии кандидата ну все равно больше десяти тысяч нельзя от реактора забрать так что ничего такого далее то как я переехал вы конечно видели здесь я начал размечать место для прикрафт системы все-таки решил я там разместить там у нее место есть здесь не помню что-то видели нет по моему ничем нового не добавилось здесь у нас появилась комната с лазерами возможность будет второй столик еще лазер просто для параллельной работы так он выдает порядка 60 мж за тик по моему на 60 около того или почти 70 но тоже пока еще мало их надо на лазер плюс потом заменять будет тут у нас ничего не поменялось кроме добавление еще одного сторожа на 16к диски два штуки есть сейчас потребляет порядка шестиста рф за тик здесь появилась его порт для перепихивания так сказать ресурсов из-за этого хранилища по другим таким образом деревесину отсюда вытащил другое место то есть все диски просто заставил пире перенестись обратно в сеть вытаскиваете диски вставляете их в этот его порт и система сама их дальше опять все хранилища рассортировать здесь пока есть одна недоделанная до конца вещь но она весьма освобождает меня от всякой рутинной работы если вы видите на 1 2 ликвид роудера эта штука вода и уголь для паровозика паровозик выезжает отсюда в данный момент едет сюда эта штука временная конечно она будет переделана когда я буду расширять железные дороги и паровозик возит сюда лаву которая питаются вот эти моторчики которые питают на данном паре и она потихонечку копает может конечно копать и быстрее но надо будет сделать еще моторчиков здесь паровозик просто ждет пока его загрузят только его загрузят он уезжает корее здесь сделать такой транспортный хаб с порталами фанезер здесь будут какие-нибудь системы для заправки паровозиков они будут приезжать при необходимости заправляться дальше маршрутизироваться куда они нужно а это вот как я добываю этот самый glowstone потому что в стол у меня закончился осталось 300 штук а у меня почему-то загорелась в жопе и захотелось сделать освещение всего уже поэтому я решил набить glowstone по максимуму просто взять и собрать весь который найду говорят еще для освещения можно использовать жидкий glowstone причем он заставляет тем что он не течет вниз а он течет вверх то есть вы вы его выливаете на потолок он по нему рассекается главное не проливать момент когда кончится место в инвентаре чтобы glowstone не выпал в лаву пока накажем гаста шо ж ты так орешь это он не такой дефицитный как кажется даже слышал мысль от одного рецептора что на самом деле как лучше я поэкономлю стоун потому что я могу копать glowstone и делать из него гелий такой вот по моему это был биво очень забавный позитивный чувак который кстати тоже запилил свой модпак и он есть в этой лаунчере не честно сказать неплохой модпак потому что у нем был грех тех мало кто любит насколько я знаю всех кого кого я знаю что его любит это его и steam links стены считают о слишком замороченным любят поиграть не напрягаясь мне нравится например в артихите вообще сама и переработки ресурсов с целью получения всяких мелких вещей нравится мультиблоковой машины вообще хотя они не только там есть в последнее время почему то есть тенденция их не очень много делать сказать у многих новых популярных мудов нет мультиблоков вообще не знаю с чем связано сколько тут было стол на что просто просто обожраться можно окажется и на заряд добываем на такая кирка мощная но через фортуной поэтому глусто она собирается больше опять же по причине того что я люблю мультиблоки я вернул необходимость использовать риокрафтовские танки эти большие огромные цистерны даже построил парочку максимальных есть на проблема с мультиблоками это наверное то что некоторые из них имеют обыкновение лагать особенно когда их криво собирают на самом деле я думаю что они один раз должны проверять свою целостность если они правильно собраны это уже должен переставать это делать как это делается у вредах вообще вот с мультиблоками у нас сколько модов есть big reactors это новый real craft очень старый мод в кинкере тоже есть мультиблоки но это тоже очень старый мод хочу вот мультиблоки это такой офигительный способ увеличить количество ресурсов требуемых для производства чего-нибудь ну сами подумайте вы берете либо как вообще цена крафта повышается либо вы крафтите что-то из чего-то более сложного еще сложного еще сложного в общем как это делается в их тихе в моих случаях вам нужно собрать что-то из чего-то что тоже собирается свою очередь из чего-то и так далее таким образом можно на примере термоядерного реактора ставить игрока потратить несколько тысяч каких-нибудь ресурсов на производство одного блока пошел дальше этого он просто взял и эти блоки собрал мультиблок причем блоки там совершенно разные и с помощью них можно модернизировать там менять функционал то есть вы можете сделать термоядерный реактор для получения там гелевая плазма можете использовать термоядерный реактор для получения скажем иридии из вольфрама и он будет отличаться только тем как он построен в пик реакторах можно различные типы блоков ставить в турбину и в реактор собственно в чем проблема вообще с этим галстон можно добывать тысячами без проблем из нашу без тинкера он долго рубится чем-то только тинкеровская кинка очень легко бьет стекло галстон все-таки на стекло похож по структуре но вот мои дома единственное что сейчас у меня забавляет в моей лаборатории у меня аж так и нет мфсу в котором можно заряжать броню не приходится лазить не так какие-то глубокие дырки поисках место куда можно воткнуться сплошное извращение так честно надеваю себе у стол новых блоков как надеваю вот аж столько будет столько думаю этого хватит намного очень плюс у меня еще 2 800 остается запас на всякие другие вещи передавайте думать немножко о нашем будущем пока у нас делается компрессия да я хочу сделать микросхем побольше они мне пройдятся не есть такая электронная таблица когда в прошлый раз играл строился я заранее выработал количество например плейдбэ нет машин которые мне в принципе требуются для быстрой производному для быстрой работы с производством там пластин ячеек так далее то есть я определил какие типы мне нужны он к нужно опять для экстрактора в этот раз есть у нас волок хупай так это есть на ключа нет куда могу деться просто разрядился чуть страшного зарядим одной воронки мне хватит еще нужен сундук один так еще раз за этим ключ и sony молон и сети он сразу же появился наши турники это такая хитрая система да я помню рассказывал по моему про нее уже кто не видел так это неправильно ключ повернуть хотя это на самом деле не ключ а такой молоток вот все если придется забирать вручную пушу сундуки связь ставлю сюда он не открывается под люка пчелы на самом деле пчелами я могу заниматься не знаю что энергия требуется для этого и с учетом того что у меня нет подходящего биома мне нужно будет еще больше вот просто сами посудите нельзя шкивать прямо в здании пчел это же противоестественно пчелы надо делать на улице чтобы делать их на улице надо эту самую улицу превратить что-то подходящие то есть заняться каким-то реформингом озеленить земля есть мои наверно немного давайте все возьмем начнем думать о природе например надо взлететь оценить так сказать масштабы работы первых этот каракет цент надо убрать к черту он некрасивый как бы он не вписывался в теорию о том что тут жарко и сухо сам по себе он ну ну зачем конечно филлером это сделать можно было бы намного проще давайте может филлер возьмем они не возьмем для филлера а слушайте я знаю какую задачу я бросил на полпути в подвале стоит филлера пытается засыпать яму огромную давайте его освободим это решит часть наших проблем с терраформингом заодно скинем этот абсолютно ненужный каракет цент в эту яму при желании я могу его накопать столько что все офигеют цент коэффициент и еще доля взять действом нагенерилась к обувы для засыпания этой ямы то не всего сто восемь стеков наверно мало будет как же это решить еще немного ему конечно надевать а я знаю я придумал будем делать не так будем это докидывать филлер по мере его работ потому что он кладет быстрее чем и там да кто может забирать так у нас станет меньше гриншиста который у нас при желании все равно будет когда нибудь мы освободим кучу места в месте забыли включить вообще все в общей сложности в эту яму уже высыпано 1030 если не больше яма там огромная когда я ходил насколько посмотреть насколько она осталась большой там была еще куча мест можно даже еще и проверить так как вопрос о том засыпать ли карьеры после себя и почему кори энд инквария лучше чем обычный любителей сохранить созданный вид мира по моему тут уже стал еще много места засыпать и засыпать вот такие полосочки блик 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 кстати заметьте западные летсплееры уже давненько не играют с билдкрафтом по моему очень немногие играют с рейлкрафтом только био и многие уже давно перешли на механизм но наверное это больше связано с тем что они не были протираны на 1.7 потому что как я заметил сейчас очень многие уже идут на 1.7 играться займемся решением этой проблемы вплотную наверное что-нибудь надо придумать все таки каким образом сделать такое количество каблы я уже устал возможно еще один огнялся стрелдер нужен и не может быть даже не один хорошо сделаю еще один может даже два но вообще надо 3 всего так что я сделаю 2 игноса стрелдера они потом пригодятся для другой задачи не тот тенге которые я хочу по-моему надо начинать с вот этих 6 как раз как раз пригодятся вообще можно не упендриваться и делать вот так вот так 6 тонн гиров дальше нам нужен кин которого у нас до хрена и опять гир 100 вот вам 7 так и пистончик 2 пистончик 2 машин фрейм из железа стекло как раз сделали стекло машин фрейм нет из железа надо будет выключить рецепт из стали чтобы случайно не ошибаться либо выключить рецепт железом чтоб по хардкорнее было что лучше надо подумать все два игноса стрелдера буцкеты или как говорит мистер файни сегодня букеты сегодня у него вообще была серия в которой он здесь снялся на очень очень непонятном диалекте то есть но вы знаете в английском ударение всегда на первый слог ставится инфай не умудрялся поставить всегда на последний и это было весьма интересно так ведро воды сюда ведро воды сюда ведра валы сюда ведра валы сюда вот теперь у нас будет ускорение работы несколько раз осталось только ему сказать чтобы он давал выход Вот так. Раз. И тут давал выход вниз. И сказал выход. Вот с таким количеством генераций Коблы можно закончить эту задачу хотя бы за несколько дней. Возможно за два, за три. В случае чего можно добавить еще два, но два мне уже не нужно. Что мы имеем тут? Пока ничего хорошего кстати. Нужно будет еще заняться. Ну если я уберу эту поварину, тогда скорее всего я здесь смогу стереоформить уже какое-то место для коровок, овечек.